По поручению губернатора Подмосковья, члены общественной палаты Московской области посетили водозаборный узел в деревне Матяково. Из-за многочисленных жалоб жителей на плохое качество воды, общественники решили взять этот вопрос под свой контроль. На встрече также побывали представители управления ЖКХ Люберецкой администрации. Примерно 6 километров от Люберец, деревня Матяково, живописный зеленый район с новыми пятиэтажками. Это кейральский уголок в Подмосковье. Но и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Горячая вода очень мутная, черная, ржавая течет сейчас даже в данный момент. То есть невозможно не набрать воды в ванну, невозможно набрать. То есть абсолютно не знаю, с чем это связано. Разобраться в ситуации приехали представители общественной палаты Московской области администрации ЖКХ. Встречу начали в водозаборном узле. Там провели экспресс-анализы местной воды. Для этого в образец добавили специальные реагенты. Этот метод безошибочно определяет содержание железа в воде. Мы видим, что в исходной воде содержание железа порядка 0,5 миллиграмм на литр. А как мы это видим? Есть индикаторная бумажка. Это вот такая система определения. Это можно, в принципе, приобрести и мерить даже дома. Экспресс-тесты. То есть цвет воды соответствует необходимым миллиграммамам. 0,05 миллиграмма железа на литр воды. Превышение предельно допустимой концентрации. Норма 0,03. Но это данные теста исходной, то есть неочищенной воды. Собственно говоря, для ее обезжелезивания и стоит система очистки. И на выходе мы получаем уже чистую воду, в которой содержание железа менее 0,1. Очищенную, то есть ту, которая поступает в дома к жителям воду, специалисты тоже проверили. Ее качество оказалось полностью удовлетворительным. За всем процессом наблюдали представители общественной палаты администрации ЖКХ. Посмотрим, имеет ли эти жалобы системный характер и качество воды. Либо это систематический характер, либо это такие разовые проволочки, с которыми, если сейчас проведут продувку сетей, то больше таких проблем не будет. После проведения анализов воды и фиксирования их результатов, комиссия отправилась непосредственно в квартиры жителей. Вода у нас плохая. Плохая? Ну, можно посмотреть? Да, конечно. К вам пройти? На данный момент вода чистая. Давайте посмотрим. Однако Маргарита Терехова стоит на своем. По словам жительницы, вода из крана идет ржавая. Она говорит, что происходит это периодами, в основном после восьми вечера. Мы писали коллективное обращение, мы писали в жилой инспекцию, то есть у нас неоднократные жалобы. Не знаю, да, поэтому... Когда? Последний раз? Ну, может, месяц назад. Но ситуация после этого улучшилась? Нет. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, было решено приехать к Маргарите Тереховой вечером. Заактивировать состояние воды в данной квартире поручили представителям ЖКХ. По итогам акта на момент проверки вода находилась в удовлетворительном состоянии, не имела запаха, цвета и примесей. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.